Представьте, у вполне здорового человека ни с того ни с сего случается паническая атака. Он начинает задыхаться, ощущает сильное сердцебиение, давление подскакивает, подкашиваются ноги. Вроде бы все было нормально, а тут такое. Почему так? Или другой пример. Человек в какой-то момент начинает бояться, что чем-то заразится. Может быть ВИЧ или какой-то кишечной инфекции. Он думает, что ему надо сдать анализы и одновременно боится этого. Это может быть и страх публичных выступлений. Человек начинает бояться, что у него будут трястись руки. Он начнет заикаться, краснеть, забудет слова и все увидят, что он какой-то глупый и ненормальный. Сюда же примыкают и неврозы, связанные с внешностью. Человеку может казаться, что он очень полный, некрасивый или что у него какая-то часть тела или нос или уши или икры выглядят плохо и переживает из-за этого, избегает социальных контактов, думает, что все видят и обсуждают его недостатки. Еще один классический невроз – страх открытых или наоборот замкнутых пространств, высоты и технических средств. Человек может бояться пользоваться лифтом, общественным транспортом, подниматься на высокие этажи и так далее. Все это неврозы второго типа. В их основе всегда одно и то же правило – в отсутствие реальных угроз у человека все равно возникает паника, внутреннее напряжение и страхи. Зачастую это перерастает в так называемый страх страха. Человек боится уже не самих ситуаций стресса, а того, что ему придется думать об этих ситуациях. И такие мысли уже вызывают у него состояние паники. Как же так получается, что вроде бы и нет угрозы толком, но все равно есть страх. Да такой сильный. Невроза второго типа и правда загадка. Все дело в том, что наш мозг устроен очень специфическим образом. Можно даже сказать, что у нас с вами не один, а как минимум два мозга. Тела нейронов, тех самых серых клеточек, образуют два уровня психики. Первый уровень – эволюционно более древний. Это так называемая подкорка или подкорковые ядра. Второй уровень – эволюционно более молодая часть нашего мозга – это кора. В подкорке локализуются базовые центры мозга. Отсюда, по большому счету, осуществляется руководство жизнедеятельностью организма. Здесь же таятся все наши потребности, желания, инстинктивные автоматизмы. Отсюда, так сказать, пляшет вся наша с вами психическая жизнь. При этом наша подкорка – это вовсе не какое-то безгласое существо. Она, в каком-то смысле, тоже думает. Ведь состоит из тел нервных клеток, как и кора головного мозга. Конечно, мысли подкорки – это не те мысли, которые звучат в вашем внутреннем монологии. Мы не можем их выразить в словах. Это мысли, которые мозг думает в нас сам по себе, создавая у нас разные состояния или ощущения. Случается, что вы чувствуете внутреннее напряжение, но не понимаете, почему. Или у вас может быть плохое настроение. Вот буквально ни с того ни с сего. Это откуда? Все это наша подкорка. Но если я начну вас расспрашивать, мол, а в чем дело? Почему плохое настроение? Вы задумаетесь и скажете, ну, наверное, потому что погода плохая или какие-то планы сорвались. Но это будет говорить не ваша подкорка, где эти состояния сформировались, а ваша кора, в которой есть центры речи, центры рационализации наших эмоциональных подкорковых состояний.